Поговорим об антибиотиках, но действительно о чем еще можно говорить директор анонсетической компании, как не об антибиотиках. Ну а я буду говорить не о том, какие лучше, как их лучше применять, а хочу поговорить с вами о проблемах применения антибиотиков вообще в отрасли, в животноводстве. Это касается и свиноводства, и птицеводства, и какие же проблемы, в чем вообще вопрос, почему такой вопрос. И обратите внимание, действительно, в битую можно поставить в двух местах, и смысл кардинально меняется. Мы сейчас много слышим о том, что нужно уходить от применения антибиотиков, что нужно выращивать продукцию без антибиотиков. Возможно ли это? И нужно ли это делать? Ну вот какие проблемы мы сейчас имеем в связи с этим? Ну, во-первых, существенно возрос контроль остатков антибиотиков в продукции, в качестве мяса. И вторая проблема, связанная с антибиотиками, она старая уже, она вырастает, это снижение эффективности антибиотик-серапии. И все это, естественно, ведет к потере прибыли и экономическому ущербу. Действительно, антибиотики это наиболее используемые вещества. В химиотерапии мы видим, что 41%, если в натуральном выражении исчислять, всех лекарственных средств, химиотерапевтических применяемых в животноводстве, это антибиотики. Но хочу сразу сказать, что антибиотики, антибиотика в роде, есть несколько групп, но две ключевые группы, это кормовые, роста стимулирующие антибиотики и лечебные антибиотики. Есть лечебные антибиотики, которые задаются с кормом, и есть лечебные антибиотики водорастворимые, которые задаются с питьем. Это очень важно понимать, потому что сейчас мы видим путаницу в терминологии. В чем она заключается? Не всякий антибиотик, применяемый с кормом, следует называть кормовым. Терминологически. В быту мы так называем, но нужно понимать разницу, потому что в научной литературе под кормовым антибиотиком изначально, и мы сейчас путем снарастает, понимались антибиотики просто стимулирующие. Вот их называли, и их следует называть по-русски кормовыми. Давайте разберемся, в чем тут разница. Принципиальная разница между лечебными и кормовыми антибиотиками – это высто значение. Лечебные антибиотики применяются для лечения и контроля бактериальных заболеваний, а кормовые применяются для улучшения конверсии корма, и их по-английски называют growth promoter. То есть это просто стимулирующие. В чем разница? В действии также есть разница. Лечебные обладают системным действием, то есть они поступают в кровоток и с кровью разносятся по тканям. Кормовые антибиотики, рост стимулирующие, обладают только местным действием, работают в ЖКТ, не всасываются или почти не всасываются в кровь и ткани. Они предназначены для контроля патогенной микротворы в кишечнике. Вчера Зигмунд очень хороший доклад по здоровью кишечника говорил как раз о том, что здоровый кишечник – это есть залог хорошей конверсии корма. В кишечнике мы знаем, что не все вещества усваиваются напрямую. Там есть нормофлора, полезная микрофлора, которая перерабатывает предварительно питательные вещества, которые уже в таком виде усваиваются. Поэтому для того, чтобы поддержать нормальный, хороший уровень вот этой микрофлоры, мы даем пробиотики, прибиотики. Но если у нас высокий уровень патогенов, например, в форме или в окружающей среде, то дополнительное применение ростостимулирующих антибиотиков приводит к тому, что создаются лучшее конкурентное преимущество для нормальной микрофлоры по отношению к патогенам. При этом ростостимулирующие антибиотики задаются в небольших концентрациях. Они не подавляют для самой нормальной микрофлоры. Ну и введение, мы видим разницу в введении, здесь возможны инвестиционные пироральные, кормовые, естественно, только пироральные. Ну и чтобы мы понимали, какие разницы между ними лучше, вот я привел несколько примеров представителей группы лечебной, это например и отопцеплин, эропатсоцин, целозин. Ну и среди кормовых, например, цинтэкстрацин, плаутус, рифон, вирджининг, цинт. Мы видим, что есть существенная разница во всем между кормовыми и лечебными антибиотиками. Но когда мы небрежно относимся к терминам, то мы начинаем вместо, например, классических кормовых антибиотиков, являющихся, в общем, относительно безопасными для резистентности, применять лечебные с целью получения больших привесов и так далее. А еще и экзамирная дозировка. Я об этом позже еще буду говорить. Что, естественно, будет приводить к развитию резистентности. Ну и так, что мы слышим об антибиотиках? Вот некоторые проблемы я уже упомянул. Это развитие резистентности у животных, это развитие резистентности у человека, затем появление остатков антибиотиков продукции, отрицательное воздействие на органы и ткани и подавление иммунитета, убийства полезной микрофоры. Это те насущные проблемы, связанные с применением антибиотиков, которые являются аргументами для отказа от их применения. Особенно сейчас очень модный аргумент – это перекрестная резистентность у человека. Ну, давайте разберемся в каждой из этих проблемах. Развитие резистентности у животных. Сначала нужно поговорить о том, что такое резистентность. Вообще, резистентность – это естественный эволюционный процесс приспосабливания любых живых организмов, микробы являются естественно живыми организмами, к изменениям в окружающей среде. Естественно, когда мы вводим в их среду обитания антибиотик, для них это изменение окружающей среды, они начинают приспосабливаться. Этот процесс остановить невозможно. Он будет происходить всегда. Значит, но этот процесс можно как-то контролировать. Для этого нужно, вот как было сегодня в одном из докладов, по поводу медленного метода. Что происходит, каковы причины и что делать. Вот мы сейчас прям по этому и идем. Какие причины, скажем так, ускорения развития резистентности? Первое – это занижение тазирования. Ну, мы еще и Роману Дюман знаем, что для того, чтобы, например, быть неустримчивым к ядам, то нужно понемножку принимать мышьяка, да? И вот королям давали понемножку мышьяка, чтобы их не отравили потом. Это тоже своего рода такая приспосабливаемость организма. Поэтому занижение дозировок – прямой путь к резистентности. То, что нас не убивает, то делает нас сильнее, с микробами то же самое. Ну, и когда мы применяем все время тазировок, то мы тоже создаем условия, время даем для того, чтобы микроорганизмам приспособиться. Почему получается вот низких доз? Какие могут быть причины? Ну, банальная причина – это ошибка персонала. Не так посчитали, не туда налили, насыпали и прочее. Несохранение инструкций по применению. Ну, они могут быть, как вследствие вот этой ошибки, а могут быть целенаправленные, захотели сэкономить, например, дали побить, что и так работает хорошо. Например. А что, так, три веса есть. Применение некачественных препаратов с заранее заниженным содержанием ДВ. Это мое любимое. Действительно, откуда возьмется заниженное содержание действующего вещества. Если мы с вами покупаем какой-то препарат, читаем на этикетке, что там вот столько-то содержится, и нужно положить вот столько-то, чтобы был эффект, это не всегда означает, что там действительно столько содержится действующего вещества, сколько написано на этикетке, по разным причинам. Это то, что мы называем качество препарата. Бывает, что просто не доложим. Но это недобросовестное производство. Бывает, некачественные субстанции используют производители. Он сам не знает, что он меньше положить. У него менеджмент плохой. У него нет входного контроля, например. А еще мы применяем субстанции. Но это же и дешевле, и проще. Купил субстанцию. Какая разница? Вот действующее вещество. Но субстанция это не препарат, она поэтому называется субстанция. Она предназначена для того, чтобы из нее сделали лекарственную форму. Потому что субстанции, сами действующие вещества, они далеко не всегда могут действовать в организме вот так напрямую. Им требуются какие-то вспомогательные вещества, которые делают их более заступными, которые доставят их в нужные места, которые сохранят их в процессе переработки. Если мы, допустим, в форму добавляем, то при получении форма там есть локальные нагревы, перегревы, и эта субстанция просто может в процессе всей пятихнологической цепочки деградировать. Для этого мы, фармацевты, делаем лекарственную форму. То есть добавляем, делаем такую композицию в удобной для разведения засемной концентрации, добавлением специальных вспомогательных веществ, которые сохраняют эту субстанцию во всем процессе переработки. И самое главное, что мы знаем, как определить их качество, чего на сельхозпредприятиях, конечно, это зачастую не делается или даже невозможно сделать. Ну и последнее, достаточное количество антибиотиков в некачественных кормах. Что значит «остаточное»? То есть это мы с кормом, в котором содержится небольшое количество антибиотиков, даем животным, то есть даем низкие дозы, которые опять приводят к чему? Презистентности, правильно. Сейчас это вообще большая проблема. У нас в стране практически нету на корме, по-моему, я не знаю ни одного, где есть зеленые линии. Зеленых линий нет. Поэтому мы приготовили рецепт с антибиотиком, потом готовим без антибиотика, на самом деле он у нас там тоже есть. Потому что нормы ввода небольшие. И вот мы тут затеяли с ВГМТУДой один эксперимент, и нам нужно было для него купить комбикорм абсолютно свободно от антибиотиков. Три партии мы купили, в которых в парпорте было написано «Не содержит антибиотиков». Все три содержали. В одной были остаточное количество, то есть это было нечистая линия. Во второй были терапевтические количества, несмотря на то, что в паспорте было написано «Одсутствие». Непонятно, откуда они там взялись, казалось бы, странно, да? Зачем им кладут дорогой компонент, значит, незаявленный в рецепт? Не знаю. Может быть ошибка. Да, может быть премис-перепутали, еще что-либо будет. Это опять... Нет, ленью не защитит, скорее всего. Нет, терапевтические были количества. А, кстати, да, тоже может быть, особенно, когда дают для сравнительных опытов, да, чтобы получить вот это преимущество в секретном способе, вот туда положат и тщательно в секретном, да. Ну, там, ну, много разного. Поэтому мы, даже сами не зная, вводим антибиотики в тех или иных дозах в корм животных и получаем два эффекта. Первый, это мы получаем резистентность, вы потом, когда будете лечебные дозы вводить, они у вас не будут обладать такой эффективностью. и второе, это вы можете неожиданно для себя получить остатки в продукции. Как не допустить развития резистентности? Значит, но известный способ мониторин чувствительности микрофоры, то есть нужно использовать потетровочные диски и другие способы, то есть проверять эффективность выбираемых антибиотиков конкретных ваших микрофорий. Дальше, применять то назначение антибиотики, то есть не использовать лечебные в качестве кормовых, то есть в качестве промоутеров, рост и рост промоутеров. Ну и применять качественные препараты и корма от проверенных производителей, тех, которым вы доверяете. Соблюдать дозировки, понятное дело, своевременную ротацию действующих веществ производить и контроль кормов. Конечно, штука не дешевая, но иногда оправданная. по крайней мере какие-то поговорить с производителями, если там не свои у вас, чтобы это подвергалось какому-то более строгому менеджменту. Возникновение резистентности у человека. Ну и здесь коротко. Это сейчас один из аргументов, почему нужно запретить использование антибиотики в сельском хозяйстве. И, кстати, с нашего государства это может статься и вполне под эту марту могут запретить использование антибиотиков в сельском хозяйстве. Вот же в Европе запретили правильно, но, во-первых, в Европе запретили вот эти ростостимулирующие. А знаете, как запретили? Это вообще цирк. Они сделали социологический опрос. Спросили у народа хотите ли вы, чтобы применялись животные, лечились антибиотиками, они содержались затем в пищу. Здесь люди не хотели. Ну и вот на этом основании их запретили. При этом потеряли продуктивность, делали специальный опыт, разница продуктивности доходила до 25%. компенсировали потом добавлением всяких добавок кормовых, все равно как говорят один бельгийский эксперт, Марцин Дегусман, например, в прошлой институции у нас был, он сказал, что все равно полностью компенсировать нельзя, на 8-9% ниже получать, даже если добавим пробиотики, пробиотики, подкислители вот все-все-все, скетогеники, все равно без ростов симулирующих разница в этой ситуации. Ну вот человек, да, так ли действительно влияет применение в сельском хозяйстве антибиотиков на резистентность человек является ли это причиной? По исследованиям российско-британской экспертной группы это, в общем, сильно преувеличенное влияние, сильно преувеличенное. Основные все-таки причины развития резистентности у человека они заключаются в том, что даже человеку, когда приходите к врачу с, не знаю, франхидом, например, вам что, делают какой-то поститровок, что ли? мало где мало где атолы назначают эмпирическим методом две трети врачей во всем мире не только у нас и в связи неэффективной терапии заменяют антибиотик на пятый день вот это основные причины вот ветеринар например конечно остатки в пище могут быть и конечно это опять заниженные дозировки которые мы с вами потребляем и они могут действительно привести к резистентности но по этим же исследованиям это где-то только 3% случаев резистентности связаны с этой причиной но что мы можем здесь сделать наша социальная миссия хормить людей себя здесь мы можем соблюдать сроки ограничения луной антибиотики умудрятся из организма в разное время рациональную антибиотику терапию проводить и контроль остаточное количество аппаратов животноводческой продукции ну вот этот контроль за нас уже начал делать рост-люхознадзор и это с каждым годом зарастает усиление проверок все больше определяется торгуется продукция тут вот птицеводов например в прошлом году с доксициклином началась целая вакханалия все в итоге врачи повыводили доксициклин потому что начали его кругом находить мы видим вот такая иллюстрация вот такие данные мы смогли найти уровень вот этой нагрузки проверочной рост-люхознадзора пищевой кормовой продукции это 17-й год мы видим этот рост контроля какие причины увеличения случаев проходки продукции это достаточное количество в некачественных кормах и это несомлюдение в допустимом количестве нормальных веществ пищевой продукции прежде всего нужно здесь поговорить какими что это за можно откуда они берутся сейчас действует несколько сразу несколько регламентов в которых эти нормы прописаны и вот наиболее свежий вот этот вот принятый феврале уже вступил в силу 14-го 8-го многие слышали и на эту тему идет масса дискуссий значит там прописанная есть перечень вот этих нормированных веществ антибиотики ну там не только антибиотики так как цидастатики противопоазитарные вещества и указанные их допустимые нормы и вот в этом еще решение значит написано в этом регламенте написано такая штука неприятная для свиноводов в частности это обязанность переработчиков контролировать остаточное количество дебиотиков при приеме продукции и обязанность производителей указывать в сопроводительных документах применяемые антибиотики значит и здесь производитель может конечно хорошо попасть ну вот молочники например уже давно от этого страдают у них молокозаводы просто снижают закупочную стоимость сырья из-за того что находят там какие-то остатки антибиотиков тоже основные пистоли может произойти вот эти нормы которые там укажены это сама в себе интересная такая вещь откуда они берутся значит как устанавливается этот срок ожидания сколько нужно ждать до боя за какое вернее время нужно отменить за какое время до года нужно отменить антибиотик это устанавливается таким вот это делают эти опыты делают те кто производители производители то есть при регистрации значит это вот кривая выведение антибиотика в принципе любого вещества после введения и вот минимально допустим уровень красная полоса видите значит он устанавливается там где значит уже антибиотик вернее дни количество дней вот срок ожидания устанавливается там где антибиотик ниже вот этой красной полосы уходит ниже минимально допустим уровня но вопрос откуда берется этот минимально допустимый уровень вот эта выборка там это большая таблица я ее всю всю здесь не приложу просто некоторые для примера здесь сравнение с европейскими нормами с нормами сша пределы обнаружения и вот наша например по регламенту по 34 который до сих пор действовал и вот это вот решение которое вступило силу 14 августа мы видим тут некоторую разницу во первых разницу с европейскими нормами европейские или американские в некоторых случаях повыше наши ниже а вот для свиноводов например неприятная новость по поводу оксидидроциклина оксидидроциклин теперь не допускается да в отличие от европейских но правда все равно здесь повыше предела обнаружения на порядок какие из этого следствия почему я вам показываю табличку потому что иногда находят остатки даже тогда когда мы соблюдали инструкцию и ветврач начинает предъявлять претензию производителю как же так я ваш препарат применял все делал по инструкции как у вас написано сроки ожидания выдерживал и даже запасом а у меня такая проблема значит у вас некачественный продукт некоторые даже тактицеводы в прошлом году пытались заставить подписать с производителями контракты чтобы производитель отвечал за эти остатки то есть если у них найдут то значит что производитель антибиотика компенсировал ему вытки но хрупкость конечно ну правильно это правильно требует потому что из них тоже требуют значит почему это происходит содержание заявленных антибиотиков в премиксах кормах я рассказывал эту тему то есть вы на самом деле сами не знали что вы даете антибиотик потому что форму вы не проанализировали вы посмотрели просто сопроводить на документ там все нормально вам кажется ничего нет а на самом деле там все есть иногда как я привел пример терапевтической дозе не просто а второе это вот эта вот интересная проблема которая у нас в стране есть несоответствие некоторых утвержденных в инструкции сроков ожидания реально действующая норма достаточное количество то есть если в инструкции написано что нужно допустим срок ожидания там 20 дней то не на всякий препарат это правда а еще бывает что у различных аналогов одного и того же продукта в инструкции указаны различные сроки ожидания это что означает что они по-разному выводятся что ли нет конечно выводится будет одинаково хоть один препарат примените хоть другой с этим действующим веществом но почему они там разные в инструкциях так вот в инструкциях эти сроки ожидания устанавливает ВНКИ ну вернее Россельхознадзор и ВНКИ его экспертный орган при экспертизе документов делалось делалось это очень просто если вы делаете дженерик тогда вы обязаны написать инструкцию дословно такую как у оригинала у оригинатора откуда мы помним она взялась оригинатор провел и scent дженериком компания если мы делаем дженерик подаем препарата дженерик то вы уже эти исследования не делаем на остаточное количество мы только доказываем биоэкгиволентность фарбокинетику делаем общие одинаковые то это вообще регистратор обязывает написать одинаковые инструкции но Как делал испытания оригинатор? Он-то делал их на соответствие тем МДУ, которые действуют в их стране. То есть в Европе, например, если это европейский оригинатор. И мы видели разницу с европейскими нормами. Но вот особенно ярко это по оксидетроциклину видно. Там порядки. С соответствием оригинатора написано, когда выведется до МДУ, установленных в Европе. А у нас МДУ другие, на два порядка меньше. На два порядка. Соответственно, сроки ожидания будут другие. Это такой вот казус регистрационный. И причем это не производитель придумывает этот срок. Этот срок устанавливает в МКИ инструкцию. Сейчас, правда, все там спохватились. Будут испытания, будут изменения в этих инструкциях. Но на это время на все уйдет. Кроме того, препараты регистрируются в разное время. Разные эксперты. Поэтому мы в разных инструкциях видим разные сроки. Так что, не гарантированы мы, если сроки ожидания выдерживаем именно так, как написано в инструкции. Для безопасности надо разбираться. И спрашивать производителя, какой реально срок ожидания данного препарата. На данный препарат. Да, что мы можем сделать? Но эта проблема далеко не у всех, конечно, инструкций. Это некоторые. В основном, основная масса, конечно, сроки ограничения не соответствуют. Более-менее. Контроль остаточных количеств препаратов в продукции. Закупка кормов и проверенных покупщиков и их аудит. И контроль качества кормов на содержание антибиотиков. То, что мы можем сделать для того, чтобы избежать вот этой неприятности с нахождением запрещенных количеств, достаточных антибиотиков в продукции. Да, вот еще одна проблема. Ответательное воздействие на органы и ткани. Так, что мы видим? Печень. Вот это можно увидеть, такую штуку, вследствие применения антибиотиков. Я тут не буду подробно останавливать, вы эти темы лучше меня знаете. Здесь нужно соблюдать позировки. И нужно применять опять качественные препараты проверенных производителей. И не применять субстанции. Вот на этом хочу еще раз заострить внимание. Потому что субстанция, качество субстанции очень разное. Все они производятся в Китае. Они содержат не 100% действующего вещества. В большинстве своем 98%, 95%. А бывает еще меньше. Бывает 80%. А что вот оставшиеся? Оставшиеся может быть все что угодно. То есть это какие-то побочные продукты, которые могут быть на порядке токсичны, например, чем само основное вещество. И они могут давать колоссальные побочные эффекты. Даже в низких газировках. Это довольно сложное тоже дело. Мы, например, применяем субстанции. Только вот у нас центр закупок может иметь право закупать только те субстанции у тех производителей, которые были утверждены. Которые были проверены. Для этого у нас целая группа выезжает, ездит по заводам китайским, делают аудиты. Что только не находят. Они очень разные. Есть заводы, которые делают нормальные субстанции. Есть, которые просто не способны своим менеджментом обеспечить стабильное качество. Нередко бывает так, что мы получаем образцы, например, хорошего качества анализируемых. А потом, когда идут массовые поставки, они туда всякую проходу будут. Для этого у нас применяется входной контроль каждой поступившей партии. Иногда каждой упаковке, если это первые поставки, то мы каждую упаковку проверяем. Да не пишет партию, например. Трак приходит. Ну, там 10 тонн, например, страциклина. Они все маркированы на одной серии. Мы приезжаем к ним на завод. Смотрим, а у них объем одной серии возможный. Это 500 килограмм. Ребята, как у вас тогда 10 тонн в серии получился? Они неоднородные. Очень часто неоднородные. Поэтому это много хитрости по поводу того, как получить качественную субстанцию. Это можно. Там есть много качественных производителей. Но вот те некачественные, которые мы отпарковали, они продадут вам. Мы их не взяли, а вы возьмете. И, кстати, дешевле продадут. Вам дешевле обойдется. Но только что вы получите потом. Да, вот, кстати, говорили там про метроинтазол. Что... Вот я вернусь специально. Субстанции применяем. Субстанции вообще нельзя применять. А вот метроинтазол, например, он у нас не запрещен пока. Несмотря на то, что и в Европе, и в США он запрещен, у нас нет. Еще один момент по поводу вот этой таблицы, хочу сказать. Пределы обнаружений. Все, чего нет в этой таблице, в этом перечне, да, или нет методов, значит, вот... Если нет методов, то у вас этого и не найдут. Вот, если она вам тут сокрушалась, что нет методов на отметок определения на ряд антигрокиков. Ну и хорошо, у вас нет, пока, значит, не то есть определились. А, да, второе. Если нет в этой таблице, а вы примените, далеко не все антибиотики вошли в перечень, да, некоторые не вошли, то тогда по пределу обнаружения. Пределы обнаружения сейчас очень низкие. Вот эта проблема была с птицеводствами, то принятие вот этого регламента у них вообще не было норм на антибиотики, по сути. Это означало, что они не должны обнаруживаться, а, следовательно, вот ниже предела обнаружения. Вот эти пределы обнаружения по хроматамассу стоят. Хроматамасс сейчас оснастили практически все областные лецитратории. Везде есть. Если вы делаете метод, например, ТАНФА, вот, то это не значит, что у вас не найдут потом хроматамассу. На контроле родственникознадзор делает хроматамассу. Тоже это нужно иметь в виду. Методы эти между собой не валидированы. То есть они будут по-разному определять антибиотики. Это будет еще одна проблема. На понавлении иммунитета. Опять вернемся к кормовым и лечебным. Действительно, лечебные антибиотики в терапевтических блоках будут приводить к санации всей микрофлоры кишечника, включая нормофлоры. Поэтому мы получим то, что называется дизбиоз. Но когда антибиотики принимаем, мы потом что делаем? Пробиотики. Пробиотики пьем. Да, очень помогает. Есть даже пробиотики, которые от некоторых групп антибиотиков они резистентны. То есть можно пить при отрезке антибиотиков. Да. А вот кормовые ростостимулирующие антибиотики, они не приводят к уничтожению нормальной микрофлоры, а наоборот создают условия для ее роста. Ну, потому что там конкуренция есть за жизненное пространство. И если развивается патогенная микрофлора, она, как правило, более агрессивная, то, соответственно, жизненная пространство для нормальной микрофлоры снижается, и нормальная микрофлора замещается патогеном. Кормовые антибиотики предпрощают эту ситуацию. Какие альтернативы предлагают антибиотикам? Ну, в некоторых докладах я слышал, что вот, не надо применять антибиотики, применяйте, там, не знаю, фидробиотики, и все будет хорошо. Да, правильно. Деньги. Или пробиотики, пробиотики, органические, кислоты, ферменты, вот все это как альтернативы предлагается. Действительно ли это является полноценными альтернативами антибиотиков? Ну, вы, наверное, уже поняли, что это никак не может являться альтернативой лечебным антибиотикам. Да? Они ничего не вылечат. Даже там фидробиотик и так далее. Они могут являться некоторой альтернативой, ну, и являются альтернативой просто стимулирующей антибиотиков. Но, правильно вы сказали, о деньги. Это довольно дорого. Ну, и потом тогда нужно, значит, соответствующие требования к системе геозащиты, комплексный подход к технологии и все это приводит к значительному уторожанию продукции. Если мы совсем вот это все весь комплекс поменяем, чтобы получить такой же эффект. Преимущества какие? Не нарушается кишечная альтернатива, в сравнении с лечебными производства. Это же я говорю, что люди некоторые говорят, что как альтернатива лечебного тиблиотиках. Типа, делайте профилактику вот всеми этими фидробиотиками и так далее, и никого вам лечить не придется. Полное дело. Да, однако, значит, у них понятно, что никаких ограничений на продукцию нету, и резистентность и тоже. Это просто промои добавки. При недостатке я уже сказал. Как же быть? Какие вообще факторы успеха? Да, вот мы видим здесь вот такой пазл, из которого складываются эти факторы успеха, да, биозащита, применение антибиотиков, профилактическая луцинация, контролептибиоза, применение лечебных антибиотиков по показаниям, сбалансированное кормление, соблюдение содержания, кислоты и так далее. Наверное, уже всем понятно, что комплексный подход, только комплексный подход дает эффект. Действительно, применение, безопасное применение антибиотиков возможно. Еще раз рассмотрим эти факторы безопасного применения. Это применение препаратистонного значения, лечебное для лечения, просто симулирующие, если мы решили вводить, значит, для улучшения попадателей продуктивности. Не надо их пугать. Соблюдение дозировок, проведение анализов лечебных антибиотиков, значит, плитенность микрофоль, соблюдение сроков ограничения продукта желудноводства, своевременная ротация действующих веществ антибиотиков, выдержание ассистентности, работа с надежными производителями и поставщиками, которые кормят. Тот комплекс, который обезопасит наш процесс антибиотикой терапии. Ну и вывод отсюда не будем заставлять вас ставить запятую, хотя каждый в голове, естественно, поставил. Разумный подход без крайностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова